Добрый вечер всем нашим гостям. Мы очень рады, что сегодня здесь все собрались. Я думаю, завтра будут очень интересные бои. Мы сегодня, завтра будем проводить, можно сказать, один из такой известный промоушен OpenFC российский. Наконец-то первый турнир и надеемся, дальше будем вместе проводить. Дальше завтра из 9 боев 5 титульный бой. Это у нас, наверное, за 10 лет первый раз. И 30-летие независимости Казахстана, 10 лет нашему промоушену уже, 10 лет пошло. Всех поздравляю, всем бойцам желаю удачи, без трамба. Самое главное, чтобы были зрелищные, безкомпромиссные бои. Спасибо, Алексей. Добрый вечер. Ответы, дорогие друзья, дорогие друзья, позвольте слово предоставить человеку, который является непосторонним нашему казахстанскому ММА. Мы познакомились с Латровым. И Александр не новичок у нас в Казахстане. Дамы и господа, давайте поприветствуем президент Международной лиги OpenFighting Championship Александр Мурьянов. Добрый вечер, друзья. Буквально два месяца назад нас с Даниаром познакомил Марат. И практически с первых минут нашего знакомства у нас зародилась идея о проведении совместного мероприятия в Алмате. И вот спустя два месяца мы сегодня здесь. Пресс-конференция. Завтра сразу пять титульных поединков у нас ждет. Очень много принципиальных поединков, один из которых лично я сам отметил. Я посмотрел первый бой ребят, которые будут драться. Пока один сложился не в пользу бойца из Казахстана. Завтра будет у него дополнительная мотивация взять реванш в этом поединке. Я думаю, что это будет очень интересный и сложный бой для него. Ну и, конечно же, интересный и такой животрепещущий для всех зрителей, которые завтра блядут на трибуну и будут болеть за своих бойцов. Сегодня наблюдаю пресс-конференцию «Дуэт взглядов». Мне лично такое понравилось противостояние характеров Владимира Канунникова и Рузибоева. Хотел бы сказать слова благодарности прежде всего Рузибоеву, который за короткий промежуток времени, практически два месяца, две недели, принял этот бой и вышел на замену. Ну и, конечно, здесь у Владимира есть небольшое преимущество, потому что он прошел полный лагерь, но, тем не менее, это такой упертый, такой сильный, крепкий боец. Я думаю, что завтра будет это очень интересное противостояние, которое выявит нового чемпиона временного боя в легком весе. Ну и, конечно же, забегая вперед, у нас есть действующий чемпион Андреа Агуст из Бразилии. И для победителя завтрашнего боя будет такое большое международное испытание в следующем году уже за поезд действующего чемпиона. Хотелось бы поздравить коллег Дания и всю команду. Десять лет – это такая большая дата. Очень много ярких событий, которые провела Лига Аллаш-Прай. Я думаю, что завтра будет такая новая совместная история двух организаций «Опен-Всей» и «Алаш-Прай». И мы однозначно и обязательно будем и в Казахстане. И я все-таки предлагаю также «Алаш-Прайду» приехать и в Россию, и провести совместные турниры и в России тоже. Также всех жителей Казахстана хочется поздравить с 30-летием Дня независимости, которая настанет уже совсем скоро. Люблю приезжать в эту страну. И каждый раз приезжая, радуюсь тому, что у меня есть здесь друзья, которые так тепло и с большой такой казахской душой встречают и показывают свое гостеприимство. Друзья, еще раз всех приглашаю завтра на наше совместное мероприятие. Приходите, поддержите ваших бойцов. Ну а бойцы сделают все для того, чтобы вас порадовать своими яркими поединками. Спасибо. До встречи. Александр, спасибо большое за теплые пожелания, за поздравления. И поверьте это взаимно. На самом деле. Спасибо. А теперь давайте предоставим микрофон и послушаем участников завтрашних титровных боев. И первый я хотел бы попросить Эдуарда Арустамяна. Добрый вечер. Казахстан. Первый раз здесь у вас. Очень понравилось. Красивый бой. Что, здоровье? Думаю, покажем. Хорошие бои, хорошие зрели. Будьте рады, я принято. Спасибо большое. Спасибо. И, по-моему, есть что ответить Нурсултану Розибоеву. Нурсултану. Ас-саламу алейкум хаммайя. Курлакодлак бриганил ручун Ахмад кеттан. Дохоласы иртегечнували бойкюрзачи Ахмад клаусы. А теперь хотелось бы предоставить слово и другим бойцам. Ребята, бойцы не любят лейдить. Бойцы любят действовать. Поэтому их взгляды говорят о многом. Чтобы всем не передавать, наверное, лучше пожелание, да? АНИРОМ АБМИДИО КАРСМА Кwan dank бриг todayorial ons這樣的 февер «Квелод» Ап. ГОВОРИД ОМАТ Казакистан, Казакистан, Ког convinced necessario, Казакистан, Эпинь зле О curricул unter Дucking Младię В арест broadcast Центр มand Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Ребята тоже стремятся к поясу, смотрят, наблюдают тоже над мирами, хотят проявить себя, показать себя. Так что приходите завтра, поддержите нас, хорошие бои будут зрелищные. Так что давайте всем самому. Друзья, ну мы все прекрасно знаем, что за каждой победой, будь она емкая или тяжелая, стоит кропотливый труп, кровь, пот. Это работа. Вопрос, да, пожалуйста, прошу вас. Всем здравствуйте. У меня вопрос к Нусултанову. Дружище, как вам, братьям, драться в одном карте? Это не влияет ни на что? Именно на моральную подготовку. Как чувствуется это? Вопросы будем, да. Представь, было бы выиграли, домой радостно приехали. Очень добрый. Дружище, это не первый раз. Я делюсь уже третий раз с братом. Поэтому я сначала буду драться по футболам, я так сказал. Спасибо, пожалуйста, Александр. Степан, скажи, пожалуйста, вот девушка Литвиненко, это сестра? Нет, все думают, что это сестра. Я это воспитанница моя. Воспитанница? Просто, знаешь, как вот на двери взглядов с людьми с такой фамилией постоянно хватает за шею. Тебя на бою с этим, там все. Я не знаю. Бойца тоже с такой же фамилией, как ты. Что это? Почему так происходит? Не знаю, это, наверное, уже выходит традицию. Но просто так как мы добрые, сильно, особенно Зойка у меня, эта девочка, она всегда доказывает в октагоне, в клетке. Она не любит бросаться, она любит делать дела в октагоне. Ну, а вот по поводу того, что хватает за шею, ну, не знаю, может им нравится шея, аж без понятия. Я, Александр, встречный вопрос вам, вот по поводу того, что там хватали за шею. У меня есть незаконченное дело с одним человеком. Просто есть слух, что вы не хотите давать этот бой нам, то есть как-то оттягиваете этот поединок. Но я знаю, там Рафаэль уже выиграл пояс, и как бы у нас была небольшая договоренность о реванше. Есть возможность нам дать реванш? Потому что все знают, что я вышел больной тогда на поединок. Ну, мне говорили, чтобы я не выходил. Но я все равно вышел, подрался. Блин, он убегал от меня. То есть я хочу по-любому реванш в ближайшее время. Возможно это будет сделать или нет? Да. Можно в Алматы провести. На нейтральной территории. Степан, я думаю, что мы тебе альтернативный вариант предложим подраться. Я думаю, что 29 января по поводу соперника скажу одно. Он сейчас проходит подготовку вместе с Федором Владимировичем Емельяненко в школе «Старый оскол». Поэтому мы свяжемся. И если согласуем, то однозначно в ближайшее время сделаем анонс. Ориентировочно 29 января Тольятти. 2022 год начнется с турнира в Тольятти на Ладо-арене. И в этом карте мы бы с удовольствием видели тебя. Спасибо. А по поводу Рафаэля, здесь вопрос в чем? Был честный поединок, он выиграл этот бой. Да и, скажем, сразу же следующий бой и реванш, по крайней мере, в организации. Я знаю, ты провел уже 6 боев, ты же сказал об этом. Но, по крайней мере, в организации 1-2 боя надо провести, выиграть. И после этого можно уже думать о реваншах. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Я больше чем уверен, что у нас еще очень много вопросов. И ответы мы получим завтра. Завтра ответы даст октагон. Если есть еще вопросы, прошу. Сурактор Вармой. Брался, Артем. Вы специально приехали сюда задавать вопросы? Конечно. Добрый вопрос. Спасибо. У меня вопрос Александру Гурьянову. В 2022 году мы увидим в лиге бойцов из Казахстана. Может быть, кого-то уже посмотрели. Кто-то есть в мыслях подписать. Хороший вопрос. Здесь с Казахстаном связывает история не только, скажем, профессиональная, но еще и история нашего генерального партнера Гарил Энерджи. Это энергетик номер один в Казахстане. И, соответственно, так как он наш генеральный партнер, обязательно нужны ребята, которые будут выступать из Казахстана. И бойцы, вернее, зрители будут смотреть за ними. И, соответственно, будем вместе продвигать нашего генерального партнера. Исходя из этого, однозначно в планах не только подписать, но и в 2022 году вернуться сюда и провести одно, а то и больше событие и мероприятие совместно с компанией «Алашпроект». Вот. Завтра посмотрим. И если ребятам сделаем предложение, и они захотят подписаться на нашу организацию, те ребята, которые завтра ярко выступят, мы с удовольствием возьмем их на контракты и сделаем им поединки. Здесь еще в зале присутствует боец, в котором лично я там сам следил, смотрел. Это Михаил. Вот, Михаил. Да, да, да. Я думаю, поезд был. Скажи, пожалуйста, мы давно тебя не видели. У тебя вообще какие планы у самого? И вот лично я бы с удовольствием увидел тебя в нашей организации. Я уже на пенсии. Все? Повесил перчатки? Квость. Да. Ну и приготовьте, может быть, хорошее предложение, и мы, может, попробуем договориться о чем-нибудь. А в каком весовой сейчас стоит? Ну, от 83 до 90. Ну, все там. Все понял, Михаил. Спасибо. Мы, я думаю, что предложение не доставим себя ждать. Мы обязательно сделаем. Спасибо. Спасибо большое. Мы с большим интересом слушали ваш диалог. Могу сказать, Алматы, Connecting People. Да? Прошу вас парать. Последний вопрос. Еще один вопрос Заняру, Александру. Что вы скажете о бойцах, которые снялись с этого турнира? Ну, просто мы последнее время замечаем, что бойцы нынче стали немножко, грубо говоря, неответственными и немножко хитроватыми. Если только оппозиция становится сильной, они почему-то снимаются с боев. Что вы скажете по поводу этого? Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ахмед Кирич сказал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Дубай Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok